московский стандарт студия большинство из вас здесь не было здесь у нас происходит разные в том числе публичные события еще на экспериментальному звуку есть такой цикл осей Q&A то есть мы приглашаем интересных легендарных личностей которые себя проявили в области экспериментального звука безусловно Евгений Вороновский каковой личностью является и сегодня впервые он у нас здесь осторожней можно поставить стул поставить проект с из Финитум легендарный я сам много лет тому назад когда-то побывал на концерте и с тех пор посещал это как бы лекции творческие встречи в довольно свободном формате Q&A означает что можно задавать вопросы обычно спикер у нас что хочет то и говорит вот какое-то время может там играть а потом можно с ним поинтерактивить и пообщаться пользуясь уютной атмосферой вот пожалуйста Евгений Вороновский давайте поприветствуем спасибо Сергей я хочу поблагодарить вас за то что уделили вниманию это вот такое событие и дарили сам датку я сказал у меня возможность отпраздновать то что сегодня будет происходить на самом деле день рождение проекта в 98 году ровно 20 лет назад когда был еще кажется лучше и моложе я выпустил впервые индустриальную запись под этим названием то что произошло в 98 году свидетельство вот он на руках и соответственно сегодняшний мой расклад он так или иначе приурочен к этому жюбилею скромному эти кассеты были вышли в 98 году и на них впервые название его брата было обозначено и что собственно является поводом в дальнейшем записи которые были опубликованы 20 лет назад буквально вчера были опубликованы интересным одним нет лейблом называется Настальжи де ля Буа и эта запись была впервые выложена и опубликована в цифровом виде вот только буквально пару дней назад до этого ее не было ни на торрентах ни в таком бы то ни было формате цифровом не существовало и собственно если взглянуть на ее название то по-видимому потребуется некоторый комментарий для начала я включу этот небольшой фраген вот ну и соответственно предлагаю исходить из того что лекция заглавлена как со сфинетом и индустриальная музыка из того что эта запись опубликована 20 лет назад и это некоторый юбилей и что она выглядит звучит подобным образом что нужно сказать по этому поводу если обратить название прежде всего на то как она заглавлена вы можете увидеть это словно читаемое название может быть в некоторых случаях из вас знают что это кстати собой едухианский ключ едухианские ключи это как вам конечно прекрасно известно разновидность ангелического языка ну собственно это 17 век и Джон Ди и Эдвард Келли которые во многом вдохновили ну были может быть одними из ярчайших представителей мистицизма вообще в европейской культуре они разработали свой ангелический язык и он содержит в графическом виде он я не думаю что это как-то может быть прочитано в графическом виде это выглядит следующим образом этот конкретно едухианский ключ один из трех означает имя Верховного Божества собственно говоря у меня сейчас будет трилогия она вся таки иначе называется именами Бога на ангелическом языке отсылки к подобного рода эзотерике, к подобного рода конспирологии и к оккультизму в самом общем виде как вы понимаете свойственны для индустриальной музыки и российская музыка не исключение если говорить конкретно о вот этой тематике, о тематике ангелического языка невозможно не упомянуть также один из первых на территории России проектов которые заиграли на музее «Речи индастрии» он называется, он конечно тоже известен в кассетах называется «Речи ангелов ангелом» не всякого сомнения имеется в виду как раз вот эта самая парадигма почему собственно это происходит почему эти записи публикуются сегодня почему они так называются и звучат атомным образом у меня есть такое соображение, я хочу с вами им поделиться вот в романе Роверта Антона Уилсона «Иллюминатос» есть такое понятие «Морген Хауте Гештенвайт» значит оно, сложное такое слово, оно означает такое квантовое временное некий континуум, ну в общем нечто что происходит одновременно в будущем, в настоящем и прошлом и как известно, творчество Уилсона является в некотором смысле основополагающим вообще для развития индустриальной или постиндустриальной эстетики и думаю, что вот эта запись, озаглавленная похожим образом как раз является одним из примеров иллюстрации того, что существует одновременно в прошлом, настоящем и будущем и является еще некоторым порталом вообще в мир оккультного и потустороннего поскольку музыка, конечно, достаточно сложна для восприятия, но имеет определенный может нанести удар по психике человека, который будет слушать внимательно и часто поэтому, кстати, не думаю, что ее стоит слушать вообще что я могу сказать вот по поводу вообще вот этого вот всего вот этих всех провалов во времени и вот этих вот пластов, наслаивающихся друг на друга так или иначе, есть такое наблюдение, что индустриальная культура индустриальная культура в большой степени заигрывает а может быть и обусловлена или даже инспирирована тайными обществами и спецслужбами в какой-то, может быть, метафорическом виде это и отражено как раз в романе «Иллюминатус» в котором, как вы знаете, описана бесконечная борьба между дискордианцами и, собственно, иллюминатами то есть иллюминаты это современные масоны, да, вот и прочие вот именно вот влиятельные, так сказать, рептилоиды, да, или инопланетные которые управляют всякими негативными процессами а дискордианцы это вступившие с дельфинами и с гориллами в такой конгломерат люди, значит, исконные носители вот истинного такого гуманизма и происходит постоянная борьба между двумя этими началами тут вот можно задуматься вот о чем если мы, собственно, вспомним о том, как, собственно, зарождался стиль и вообще эстетика, которая называется industrial вернее, когда она была манифестирована и почему она так называется мы поймем, что прямого отношения, собственно говоря, вот к промышленности и, по крайней мере, к какому-то технологическому оптимизму это не имеет никакого, как вы знаете, совсем наоборот это связано, естественно, с лейблом industrial records который появился вследствие во многом был, ну, скажем так, рефлексией возможно то, что бунт, задекларированный в творчестве панк-групп вышел в какой-то момент в тираж в конце 70-х, да, Clash, Sex Pistols начали подписывать контракты с мейджор-лейблами и, в общем, все это превратилось в пароль какую-то на саму себя и, соответственно, именно, скажем так, бунтарские, контракультурно настроенные продвинутые люди с того времени стали искать какие-то новые способы для того, чтобы сформировать настоящее контракультурное андерграундное искусство, которое может быть действенным а не лишь изображать неким бунтом может быть настоящим бунтом и, соответственно, был подтянут определенный корпус самых различных учений там, мракобесия и это было связано и с обществами Тулия в Третьем Рейхе и это было и в то же время с Орда Темпли Ориенти с Алистером Кроулем с дискордианством с большим пластом всего того, что могло быть действенным в руках умелых манипуляторов от этого антиискусства для того, чтобы нанести удар по истеблишменту по мейнстриму и, возможно, даже быть таким действенным средством эстетического терроризма то есть для индустриальной музыки, на мой взгляд нет, не обязательно музыки это вообще для индастриала вот понятие антиискусства эстетического терроризма психовируса является, конечно же, абсолютно основополагающим рассматривать это как музыку было бы ошибочно мой проект, собственно, появился как расследование мое персональное расследование вот в области того, что возможно за пределами устоявшихся норм и клише в области, так сказать, традиционной музыки а также это был мой персональный бунт вообще против классической культуры да, я долгое время меня пытали классической музыкой и вообще в целом академической вот этой вот всей образовательной системы и в какой-то момент я понял что мне необходимо начать исследовать какие-то совершенно полярные и альтернативные проявления искусства и, соответственно, вряд ли мой проект является на сто процентов индустриальным и прямо вот основополагающим для этого стиля скорее всего в России есть даже более яркие представители о которых сегодня, чуть позже пойдет речь но, вне всякого сомнения я выполнил большую работу для того чтобы проследить постигнуть вот именно то, как и на чем собственно все это дело основывается вот и какие у этого есть предпосылки вот собственно говоря если говорить кстати о предпосылах тут тут важно понимать вот что как средство эстетического террора идеально шумовая и индустриальная музыка во многом наследовали опыт как я уже говорил тайных обществ и собственно и спецслужб и вот одним из ярких примеров является скажем так эксплуатация тех приемов которые в Германии 3-го рейка это совершенно точно исторически 2-го рейка используется под названием музак музык то есть насколько вы знаете это крайне неприятная это никакая не музыка это крайне неприятные звуки очень раздражающие и вредные даже которые были использованы для того чтобы добиваться у заключенных или у военно-пленных какой-то информации какую-то информацию в общем это пыточная музыка и в каком-то смысле это оправдывало так сказать ожидания музыка эти звуки нечеловеческие звучащие именно были в отдельных случаях действенным действенным приемом по тому чтобы манипулировать сознанием людей и вне всякого сомнения подтверждением вот этой вот подтверждением тому что музык связан напрямую с дальнейшей постиндустриальной музыкой я можно сказать может быть тот факт что как известно записи такой может быть одной из самых легендарных представителей индустрии музыки скини-папиев были использованы в наше время буквально 10 лет назад наряду конечно с другими были использованы в тюрьме в Буантанамо то есть записи скини-папиев включались на большой громкости и точно так же применялись для подавления психики заключенных вот это именно скажем так европейская традиция это анти анти музыка в действии пожалуй проявилась впервые именно в подобного рода условиях вот если говорить о России я не хотел бы противопоставлять и даже проводить постоянно параллели между тем что происходило в Европе и что происходит в России и что у нас якобы не хуже а мы все лучше в коем случае нет я хочу сразу сказать что к сожалению у нас не было рок-музыки у нас видимо не было индустриальной музыки вообще ничего не было никогда не будет и меня не было вообще ничего не было все было в Европе у нас были какие-то гениальные инженеры изобретатели они либо уезжали на запад либо были вынуждены там как вот Лев Термен проводить там пол жизни в ГУЛАГе пол жизни в Америке вот поэтому если в России что-то и происходило и ну вот в этой области то по-видимому расцвет все-таки приходился конечно ну с конца восьмидесятых да с восемьдесят восьмого года и ориентировочно как раз по начало и двухтысячных и уже к середине двухтысячных все так стало мутировать сворачиваться ну об этом я расскажу чуть позже вот но что интересно если европейская традиция психического террора выражалась вот в таком агрессивном шуме и скрежете и подавлении психики то известные мне примеры манипуляции сознанием посредством шумов они связаны с понятием радиоигры может быть кому-то известен такой факт что существовало вот многие знают операции трест которая проводилась был такой фильм известный приходила также еще одна операция чуть позже в сороковых годах называлась она операция монастырь монастырь и я хотел бы о ней вот в контексте как раз индустриальной музыки в России рассказать чуть-чуть потому что на мой взгляд это является одним из масштабных очень мало освещенных актов вообще индустриального настоящего искусства в России операция монастырь суть ее заключалась в следующем что в Новодевичьем монастыре причем она так называется в Новодевичьем монастыре нашли приют монархисты аристократы монархисты которых которые по тем или иным причинам не были расстреляны не эмигрировали то есть в тридцатых сороковых годах в Новодевичьем монастыре существовало совершенно определенное такое дворянское гнездо они все были конечно перебиты искалечены несчастные нищие вынуждены продавать но тем менее небольшой очаг монархизма существовал и как известно одним из средств пропаганды фашистской германии гитлерской германии пропаганды русского российского населения перейти на сторону так сказать германии был тот факт что собственно они готовы поддержать монархизм что они готовы вернуть сюда монархический какой-то строй что они воюют не с русским народом а в первую очередь с коммунистами большевиками и так далее распространяли листовки подобного рода и собственно этим очень умело воспользовалась НКВД и Сталин дал лично поручение Судоплатову о том что необходимо развязать такую радиоигру с привлечением вовлечением в нее тех представителей вот этого так сказать уцелевшего недобитого российского дворянства и с целью дезинформации собственно говоря с целью дезинформации противника надо заметить что эпицентром вот этого дворянского движения в Новодевичьем был известный такой ну средней известности поэт Борис Садовской он был убежденным монархистом в открытую значит проповедовал антикоммунистические такие идеи и вот как-то ну вследствие того что он схватил сифилис в какой-то момент он был к сожалению прикован к инвалидной коляске он был символистом декадентом среднего такого пошива вот и он передвигался значит на вот этой инвалидной коляске по Новодевичьему монастырю и в той или иной степени пропагандировал монархические антикоммунистические идеи ну конечно же только он был настолько карикатурным скажем так антисоветчиком что Сталин по какой-то причине его пощадил и по-видимому оставил в виде такого ходячего образа жалкого образа умирающей там находящей уже России но естественно на одном Борисе Садовском невозможно было построить вот такую индустриальную радиоигру поэтому поэтому были потянуты еще некоторые представители так сказать монархически настроенных людей среди которых я хотел бы выделить Алексея Сидорова многие из вас знают Романа Сидорова конечно же моего приятеля известного группе Старуха МХ и Фатал вот а есть еще Алексей Сидоров значит об Алексее Сидорове нужно рассказать отдельно Алексей Сидоров это один из немногих российских людей ученых которые действовали в советское время которые до революции до революции революции вследствие большой большого большого своих глубоких познаний в области истории культуры в области языкознания он был уехал получать ученую степень за границу если я не ошибаюсь возможно в Австрию где учитывая его подкованность в оккультизме получил достаточно высокого уровня посвящения в тамошних масонских ложах здесь в России до революции Алексей Сидоров был учеником Шмакова шмаков это в начале двадцатого века был в общем достаточно влиятельной фигурой он разработал свое собственное свое собственное учение под названием пневматология которое апеллировало как и все декаденты на человека апеллировало в той или иной степени к Ницше к Ницшеанскому по крайней мере диалектике Аполлонийского и Дионисийского но Шмаков разработал понятие Аполлонийской бездны и Дионисийской бездны то есть это некоторая алхимия алхимия духа человеческий дух зажат между Аполлонийским и Дионисийским и он норовит свалиться либо в такой абсолютный хаос или в нечто хаотическое что чуть позже как раз можно дать провести параллели с дискордианцами которые как известно как известно в принципе о дискорде речь тоже идет о культе Эриды то есть богине хаоса и Аполлонийское Аполлонийское как раз можно в некоторой степени соотнести как раз с иллюминатами и с различными последовательными ребятами которые манипулируют совершенно осознанно политтехнологами политтехнологами и так далее у нас в России конечно они тоже есть вот и вы их все знаете значит что можно сказать этот самый Алексей Алексеевич Сидоров обучался в Москве у как раз у Шмакова и был частью ордена тамплиеров тамплиеры существовали как это ни странно существовали в России на протяжении всего двадцатого века был еще орден там было несколько орденов но так или иначе рассекреченные документы НКВД не так давно были около десяти лет назад были рассекреченные документы и это прежде всего допросы тех кто входил в те или иные ордена и естественно Алексей Алексеевич Сидоров тоже один из родоначальников надо заметить родоначальников вообще вот именно вот этого масонско-оккультного направления ордена тамплиеров является Аполлон Карелин легендарный анархист он собственно являлся некоторым источником и главным агитатором вот в этой области он конечно же был абсолютным антимонархистом в чем есть некоторое различие между нашими орденами и орденами европейским поскольку там все-таки вот в Британии масонские ордена с монархией сосуществуют очень даже мирно и являются скорее даже некоторым оплотом ну так же как и в в США насколько вы знаете вот а у нас это стало происходить слияние тайных обществ со спецслужбами только примерно вот наверное первый пример это как раз Алексей Алексеевич Сидоров что там дальше происходило поскольку Сидоров был известен в Европе в качестве посвященного высокого очень градуса имел доверие и здесь он преподавал в академии наук и как известно он сажали и расстреливали кого угодно только не его нет очевидных свидетельств и доказательств того что он был как-то связан со спецслужбами вплоть до реализации вот этой операции монастырь значит используя его авторитет был судоплатовым был сформирован костяк монархистов которые собственно передавали дезинформацию относительно движения войск движения войск и тех мест где будет укоплена граница и как вы знаете решающий вот этот момент битвы под Сталинградом он произошел ведь был введен Жуков в заблуждение и были посланы силы под Ржев где по информации наших двойных агентов Алексея Сидорова еще Демьянов был такой человек Демьянов вот именно по этой информации именно под Ржевом должно было состояться прорыв туда и даже Жуков был послан туда именно Ржев после чего собственно даже выказывал Сталину некоторое сожаление и расстройство почему же он его так разыграл то есть сидели вот эти наши видимо с машинками азбуки Морзе и передавали такой вот поток каких-то звуков ну прежде всего можно провести такие параллели в эстетическим каким-то культурным бэкграундом Великобритании насколько вы знаете было такое сообщество людей собранных на аз-танках вернее на основе даже cool transmissions такой happening группы к которой присоединился дизайнер гипнозис Питер Кристоферсон гипнозисов это был дизайнерский рок который оформлял различным легендарным рок-звездам уровня Pink Floyd или Yes обложки и порно-звезда Козьи Фанетутти Монте Казацца собственно такой художник он был собственно родил вот это самоопределение и даст но и так или иначе какое-то количество людей это описано достаточно неплохо кстати в книжке называется эстерийское подполье Британии England's hidden rivers England's hidden rivers и культурный код который описан England's hidden rivers имеет содержит в себе массу совершенно определенных вещей каких-то отсылок к культурным событиям из области оккультизма вне всякого сомнения это Алистер Кроули его учения и о о то телемиты и вне всякого сомнения это тайное общество третьего рейха и вот эти все которые ну возможно возможно нет но есть некоторые документы так или иначе один вот из таких ярких альбомов постиндустриальной музыки группы Альер Зилен называющейся Гота Скалонда основан на треках то есть основан на поэзии Карла Мария фон Виллигута собственно визионера и тамплиера который его посещали видения относительно племен древней Германии уклада каких-то там древнеарийских предков там проевропейских и собственно на вот вот этой всей мифологии которую он развил было построено общество Анненербе вот его Геббельс его привлек он он скажем так был идеологическим сердцем Анненербе и в числе прочего он написал такой божественный календарь с гимнами какими-то одиническими какими-то такими гимнами все это в равной собственной галлюцинации это было положено на музыку значит вот проект Анненерзин то есть существовали совершенно какие-то в основе вот этой идеологии лежали во многом галлюцинации отдельно взятых людей то есть никак реалити-чек не проходящие просто эти люди были выгодны для того чтобы с помощью их каких-то психических девиаций манипулировать сознанием масс да ну естественно подобные же рода техники применялись и у нас потому что насколько вы знаете мумификация Ленина ведь изначально имела подтекст несколько иной чем нам кажется в большой степени это отсылает как ни странно к работам Николая Федорова основоположника русского космизма продолжает лидия Владимира Соловьева и Николая Федорова основной постулат был о воскрешении мертвых о том что в какой-то момент в России все мертвые будут воскрешены и появились значит появились собственно говоря вот на волне большевизма появился Богданов такой человек он основал институт крови институт крови его гипотеза была в том что если посредством постоянного переливания крови буквально да можно добиться феноменального доголития физического бессмертия и собственно когда Ленин был застрелен и потом потихоньку стал умирать и умер его мумифицировали именно с той целью чтобы немножко поднажать вот в этой вот области и его все-таки вернуть к жизни то есть это и это абсолютно такая информация исторически достоверная конечно же через некоторое время в тех же годы Юрий Богданов умер сам погиб по-моему от заражения крови он там что-то привнес и в общем вся эта идея конечно воскрешение мертвых весь тот космизм Федоровский он конечно накрылся вот но и тогда и тогда уже собственно от вот этого какого-то космического вселенского порыва по преодолению человеческой природы по сравнению к сверхчеловеческому мы немножко перешли в область такое в область языческую такую тотемическую уже в прямом смысле потому что Сталина Сталина мумифицировали с учетом тех ошибок которые были допущены при мумификации Ленина куда более мумифицировали его куда более скрупулезно тщательно и правильно и более того прикопали в очень сухом месте под кремлевской стеной поэтому не исключено что собственно мумия Сталина если только она не была выкопана и перезахоронена секретным образом что она и поныне лежит под кремлевской стеной с возможно с очень длинными усами уже с ногтями с огромными таком кителе при всем образом лежит прекрасно сохранившись я думаю ничуть не изменившись то есть но это уже поэтому если даже вот Ленина собственно говоря с красной площадью брать я думаю что Сталина выкапывать вряд ли кто-нибудь додумается в ближайшее время и поэтому мы обречены вот значит что значит тут существенно важно видите друзья если кому-то холодно можем закрыть окно Вася читает Ленин Вроде хорошо вот значит что здесь существенный какой момент значит вот есть книжка England Hinden Revers есть также еще несколько таких вот хрестоматийных текстов для индустриальной культуры можно упомянуть Адам Парфри Апокалипс Калча то есть это такой свод хрестоматийный из ключей к эстетическому терроризму насилия то есть там и рецепты по приготовлению детей и какие-то так сказать эко-профаги и в общем вот все что мы любим значит описано самым подробнейшим образом вот и конечно же вот подобный оккультный отчасти пародийный андерграунд европейский и американский так и остался в некотором смысле цирковым номером то есть он был призван затроллить может быть какую-то прогрессивно строенную молодежь которая там рефлексировала на узнаваемые считываемые элементы крауд-рока или какой-то там ранней техно-музыки и когда собственно это как только на заре своей деятельностью начинали их в принципе по звучанию можно было очень легко спутать с самыми радикальными я думаю записями представителей крауд-рока или академической музыки в самом деле если попробуйте послушать мюзик конкрет ранний конца 40-х годов французских акузматических Пьера Шефера и Булеза и Эдгара Вореза и послушать тоже Нерв Свет Ваунд или подобные британские коллективы именно эпохи индустриальной музыки можно обнаружить ту же самую нелинейность рваную фактуру но есть принципиальная между ними разница это разница примерно между искусством и антиискусством музыкой и анти музыкой индустриальная музыка и не является музыкой в прямом смысле слова это абсолютно иллюстративный можно сказать материал который является скорее поднесущей для некоторых идей именно поэтому сейчас тоже сейчас у меня лекция я вам рассказываю то что рассказываем из того чтобы что-то играть или что-то исполнять даже может я даже не притронюсь ни к чему это является просто неким таким субстратом для поводом для того чтобы поговорить о вещах несколько иного рода вот и о вещах какого рода хотелось бы поговорить еще вот этот корпус скажем так ключей эстетического терроризма и насилия который был прежде всего пиориджен и прочими аккумулирован в рамках индустриал рекордс он действительно получил такое название эзотерическое подполье надо заметить что у нас в россии тоже было эзотерическое подполье и даже есть и оно точно тоже очень сильно коррелирует вот с этим направлением антиискусства мы называем индустриальным я сейчас хотел бы провести параллели значит если в своих так сказать чаяниях именно мистики вот эти мистики террористы английские американские как бой драйс или джонс пиоридж опирались на ну скажем так теоретиков теоретиков оккультистов вроде кроули и использовали в общем образы и идеи которые содержались в этих текстах для скажем так для растления элит потому что Троби Гристалл выступали прежде всего в университетах для обеспеченной и интеллектуальной молодежи они не не были совершенно востребованы среди редников или там какой-нибудь просто мейнстримно ориентированных людей это была группа которая пропагандировала это все среди интеллектуалов и научной может быть научной интеллигенции британской хотя там не было интеллигенции ну в общем и соответственно вот этот вот сам сама вот эта вот вся подоплека Остин этот Спер вот этот художник визионер значит там допустим вот те же самые Джон Ди оккультист и там Аристор Кроули потом собственно церковая вот эта совершенно Лавеевская церковь сатаны в Британии от дискордианства пародийная религия которая в большей степени тоже важна для понимания того что там происходило ну в общем такой вот замес оккультного и иронического был призван именно опрокинуть ту скажем тот комплекс знаний которые европейский интеллектуал европейский студент получал вот в ходе образовательного процесса скажем в институте культуры ведь обратите внимание если вы скажем в Англии шли скажем в институт ну и скажем если исследовали историю искусства и истории в том числе современного то вам без всякого на голубом глазу не что же сумняшись вам совершенно могли преподавать и там электронную музыку абстрактную там искусство там концептуальное искусство все что угодно но по крайней мере это не было в такой степени запрещено и как это происходило здесь то есть индустриальная музыка используя элементы и вообще индустриальная эстетика используя элементы современного искусства того искусства которое могло называться современным на тот момент да конец 70-х иронически обыгрывала его и как бы подвергала инфляции то есть North Sweet Wound похожий на Music Concrete но это не Music Concrete это издевательство это пощечина это это Music Concrete сделанный на коленке в домашних условиях с элементами порнографических звуков каких-то неприятных каких-то там созвучий и вещей но по крайней мере наиболее радикальные работы да так же как и многие представители там японского и так далее или White House ну White House к примеру они в меньшей степени манипулировали вот этим вот кодом астетическим связанным с современным искусством больше как раз представляли чистое насилие издевательство над слушателями как раз это было ближе к той разновидности пыточной музыки к музыке которая применялась установлена исторически в третьем рейхе вот грубо говоря им было над чем в тот момент им было над чем издеваться им было что топтать какие эстетические фетиши уничтожать вот в на в случае с Россией все начиная с 49-го года 48-го когда Жданов запретил все формалистское искусство кстати было по поводу оперы Мурадели большая дружба если я не ошибаюсь но под этот так сказать запрет подпали произведения и Шостаковича и там Прокофьева и в общем вся более менее прогрессивная советская музыка и в как и начиная с вот этого конца 40-х годов формализм оказался то что считалось формализмом то что не соответствовало прямому назначению скажем так социалистической пропаганды объявлялось вне закона вне истории искусства не существующим невозможно поэтому как раз вот эти советские тамплиеры которые являлись может быть наследовали продолжали традиции серебряного века символистов и декадентов эмигрировавших или там расстрелянных к моменту революции они существовали но они существовали очень локально и в основном занимались тем что собирали антиквариат там какие-то предметы атрибуты писали и писали литературные в общем произведения писали стихи ну и как-то собирались поддерживали друг друга то есть это был путь ну как может быть такой даже косплей немного или какой-то такой вот ролевая игра для людей в общем монархического склада держаться вместе просто обмениваться информацией которая была объявлена вне закона вот то есть по большому счету Россия это страна победившего индастриала победившего эстетического террора с самого начала ну с того момента по крайней мере когда произошла Октябрьская революция поэтому скажем подоплека для мистического андерграунда в России была несколько иной вот если скажем так европейский был реакцией и отторжением всего предшествующего накопленного опыта то наше эзотерическое подполье которое тоже существовало еще в 60-х годах уже сформировалось в большей степени было связано не с музыкой а конечно же с философией оккультизмом и поэзией и литературой то есть больше текстовая такая работа велась здесь естественно можно и нужно упомянуть фигуру Евгения Всеволодовича Головина и сформировавшийся вокруг него кружок южинский кружок по названию от южинского переулка который потом снесли там была небольшая коммунальная квартира писателя Юрия Мамлеева где собирались наши мистики эзотерики и проводили там время в общем в каких-то таких тоже исканиях которые описаны достаточно подробно в двух книгах во-первых это книга серебровый мистический андеграунд и конечно же эта книга Юрия Мамлеева шатуны вот где собственно вот описано напрямую вот их может быть богоискательство или так или иначе их некий порыв в сторону неизведанного непознанного и невозможного вне человеческого опыта и вот этот мистический андеграунд который существовал в 60-х удивительным образом сформировался впоследствии в то что можно было называть как индустриальным искусством в России так и в дальнейшем развился вообще в скажем так в инструмент в инструмент манипуляция уже общественным сознанием на уровне геополитики и средством массового террора и угнетения людей что происходит прямо здесь и сейчас то есть страна по-прежнему это страна победившего такого вот анти антиискусства какого-то победившей антиматерии что я имею в виду если проследить вот значит ту парадигму которую транслировал Головин она в общем удивительным образом вот вы заметите что удивительно сочетается с тем культурно-эстетическим кодом который вообще свойственен нашей индустриально-готической культуре еще в шестидесятых семидесятых видно что Головин откапывал в Ленинке сидел вручную труды Ренегинона откапывал там переводил комментировал Рильке и Георга Тракли экспрессионистов черный романтизм и в какой-то момент становится понятно что вот эта вот готическая индустриальная культура в России во многом обязана именно конкретно этому человеку он был таким культуртреггером целый целого сообщества тайного эзотерического сообщества с шестидесятых годов и конечно же потом примкнули уже туда собственно упомянутый Мамлеев примкнул Джемаль и это развилось в настоящее эзотерическое подполье которое в общем по-прежнему было в достаточной степени антимузыкальным то есть что заметно что наши эзотерические подпольщики из всех скажем так разновидностей сила технологической ограниченности может сила чего-то из всех вот этих вот радикальных форм самовыражения могли себе позволить только что-то родственное даркфолку или неофолку то есть песни под гитару восславляющие там может быть каких-то демонов или там на север рвется пропеллер подобного рода вещи то есть индустриальная музыка у нас появилась чуть позже конкретно с конца восьмидесятых и удивительным образом хотя на самом деле совершенно не удивительным связано это дело опять-таки с людьми имеющими прямое отношение уже к пастве возникшей на основе вот этого южинского оккультного сообщества ведь в него входили также Александр Дугин и прочие известные деятели и в дальнейшем была сформирована национал-большевистская партия и дальше юридически создавались молодежи и собственно говоря бункер национал-большевистской партии как раз в Москве был именно тем самым местом где на всю катушку пропагандировался вот этот вот срез эстетический это происходило примерно начиная с ну при первых 90-х годов пропагандировался вот этот эстетический срез то есть придя туда можно было обнаружить некоторый перформанс с элементами и там какой-нибудь краулианской мессы и в то же время это был монументализм такой в духе лайбах и в то же время может быть там отсылки к какому-то там дадаизму и прочему в общем все то что подавалось под видом прогрессивного продвинутого искусства и вот я как раз призываю еще раз красная нить проходит всегда возникает искушение путать индустриальную эстетику с чем-то может быть с современным искусством саунд-артом да с авангардом нет это ретро-футуризм в лучшем случае это никакого отношения не имеет ни с модой ни с актуальным искусством это скорее просто средство манипуляции общественным сознанием вот удивительным образом если мы посмотрим если мы взглянем на историю в каком схудном виде она существует индустриальной музыки в России конечно же пока никаких энциклопедий не существует вот но те которые мне попадались те которые мне попадались да я предлагаю взглянуть на какие-то общие места в них вот есть например такой журнал он называется blow up в августе 2011 он вышел это на самом деле единственный известный мне пример систематизированной российской индустриальной музыки поданной в таком вот именно ключе хронологическом и каком-то таком ну христоматин более-менее называется статья поле маза раша россия матушка ну частично это связано с виниловым сборником на левле штейн кланк который меня тоже приглашали я отказался участвовать виниловый сборник который исповедовал во многом такую тоталитарную эстетику и вот был таким откровенно сборником ну скажем так конструктивистско такого ударно-индустриального толка я совершенно осознанно отказался в нем участвовать у меня были это свои причины но у меня есть такое ощущение что в основу этой статьи легли многие артисты которые были на сборке присутствовали но конечно не только вот я предлагаю сейчас немножко пробежаться вот по вот этой статье и буду ее комментировать вот видим да надо заметить что средства массовой информации издана относительно недавно 2011 год этот журнал продавался буквально повсеместно и то есть это такое можно сказать ну медийная такая какая-то вещь вот Лес Клейпол на обложке из группы Праймус то есть все не субкультурное издание ни разу вот значит здесь это собственно картины Лебедева-Фронтова или Фронтова или Фронтова Лебедев-Фронтов как вы знаете как раз разрабатывал всю визуальную часть национал-большевистской партии и был таким скажем так видным активистом в Петербурге вообще всего этого направления пожалуй именно Лебедев-Фронтов и его проект является первым осознанным таким осмысленным вот стальной пакт представителем вообще индустриальной музыки в России которые по крайней мере манифестировали это и на 100% визуально и в звуковом плане так сказать соответствовали этому направлению то есть по видимо то есть много предпосылок можно найти в искусстве вот российском которые могут так или иначе быть связаны с формированием этого жанра индустриальной музыки и сейчас я чуть отвлекусь этой статье потом я к ней вернусь лучше всего это сделала наша легендарная группа любимая нами Ройтов значит в своей работе в своей работе под названием музыка машин сейчас вот я найду где они находятся или не найду так в какой-то статье так а здесь все правильно вот значит если смотреть на предпосылки именно для возникновения индустриальной музыки в России то в этом смысле как раз можно обратиться к видео проекта Ройтов который был наверное единственный в России а может быть и в мире ну хотя нет в мире в ряд единственный в России индустриальный проект который выступил в сопровождении в настоящем заводе в сопровождении симфонического оркестра ну это само по себе это беспрецедентное действие хотя они немножко слукавили конечно и там играл с одной стороны играл симфонический оркестр подборку произведений потом навклинивались значит Ройтов со своими вот этими апокалиптическими значит полотнами но тем не менее это беспрецедентно это очень интересно я предлагаю вот здесь наглядно взглянуть какие произведения были здесь задействованы это дело музыка машин и плейлист их концерта был ну совершенно не случайным сейчас здесь должны прибегающие строкой прибегать значит следующий файл вот этот да совершенно верно вот то есть здесь будет фигурировать и Прокофьев стальной сток и Масолов и и Онагер Пацифик 231 Свиридов время вперед да ну то есть вот можно примерно представить что ну и Ройтов собственно говоря да то есть можно представить что конечно же в каком-то виде такая промышленно ориентированное искусство на службе пропаганды и даже частично насилие в России существовало и было как-то оформлено но все-таки если говорить о тех кто именно задекларировал себя как именно представить музыки это все-таки вот и я даже могу продемонстрировать физический объект это совместная кассета значит значит это первый релиз который у меня вышел значит кассета цисфенитом веприсуицида веприсуицида это как известно фильм фильм Евгения Йофета некро реалиста и также была заглавлена и эта кассета и вот как раз в 99-ом году вышел совместный такой альбом Легдио Фронтова и меня и до этого и как раз началась моя именно на этом попыще творческая биография я думаю что я сделаю небольшую паузу сейчас именно вот в своем рассказе и мы чуть-чуть послушаем значит ее как раз вот тут на лепе суицида стоит вот а потом значит мы вернемся еще к статье или к чему там еще я не знаю правда что а вот ну здесь звучит здесь перемотана не специально перемотана на ту сторону именно с моими записями со спинитом но так или иначе так или иначе это часть целого то есть такая кассета оформлена она лимдином и фрунтером вот здесь вы видите что не знаю не видно на обложке примерно вот такого же характера работы то есть монументализм машинерия да и какая-то такая вот полу полуоккультная такая тоталитарная эстетика вот с этой с этой кассеты изданной таким вот лейбом ярославским заметным собственно говоря началась моя вот эта деятельность террористическая в области музыки вот если мы чуть-чуть только вот еще метрофония где присутствуют еще раз опять Ройтов я пока что о них рассказывал ну Ройтов это может быть один из наиболее известный представитель именно постиндустриальной музыки они соединяют в своем творчестве элементы дарквейва эмбиента и может быть какой-то авангардной неоклассической музыки ну так и иначе они являются общепризнанным флагманом нашей индустриальной сцены упоминаются всегда везде именно по праву следующими идут именно они кстати сегодня мы вместе с отдельными участниками дворойтов в одном клубе будем собственно это все дело исполнять на все совместные проекты называется Оцепенерши вот 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 такие вот такие вот такие записи значит я примерно делал уже в 97-98 году по моему счету не ориентируясь ни на кого потому что был определенный дефицит дефицит информации эти записи было достаточно довольно сложно но вот что интересно что существовали определенные точки где в Москве где эти записи все-таки можно было приобрести в каком смысле попасть даже под их очарование и одной из этих точек является магазин Трансильвания в котором как раз о как это удивительно продавалось также продавался корпус текстов связан напрямую с с Дугиным с Южинским кружком с то есть то что я упоминал до этого какие-то основы геополитики и так далее и то есть в России так в России возникновение индустриальной музыки вот это наверное одно из важнейших что я сегодня хотел бы как свидетеля этого подчеркнуть то есть возникновение развития российской музыки напрямую связано и в этом есть параллель с эзотерическим подкольным Британия напрямую связано с с тайными обществами и как впоследствии выяснилось даже с услугами вот потому что несомненно Национал-большинская партия и дальнейшее пределение ЕСМ вне всякого сомнения возникали на основе вот именно тех идеи шестидесятников вот этих эзотериков которые в рамках литературного кружка это дело декларировали то есть индустриальная музыка это не совсем музыка это в большей степени пропаганда вот вот здесь ну здесь дальше известный питерский проект Баба Синетик Кьёба он в меньшей степени связан с идеологией и идеологизирован это по словам самих представителей сериализм то есть они больше тоже с конца 90-х они известны на западе известны в Европе и конечно те группы которые сейчас мы видим это то что известно за пределами нашей страны то есть у нас внутри здесь совсем несколько карт этих артистов вот дальше циклотерия тоже такой московский проект сейчас к сожалению неактивный в большей степени связан с гатической музыкой в общем я как бы не буду комментировать на самом деле каждого один из этого артиста вот обомнились статья вот солнечная соль ну то есть поскольку заявлена тема мне нужно так сказать осветить представителей всех если то 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 вот скажем так что отдельно можно остановиться на на сериале то 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 что то 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 Это не самый известный, это шумы России, которых тоже невозможно ее поменять. Это статья век, по непрозумению. Вот еще есть шумы России, которые возделывают более следание православного служения с киберпанком и с Нойзом Мондастером. Вот такие записи, я думаю, что можно их в форму режим включить, иначе мне придется громко это все кричать. В общем, так или иначе, это все искусство, что бросается в глаза, что это искусство в очень большой степени на службе о пропаганде тех или иных идей. Это на самом деле очевидно. Мне хотелось это проиллюстрировать также и какими-то совершенно наглядными примерами или физическими носителями. В этой связи еще можно поговорить вот о чем. Можно поговорить о некоторых культурных феноменах, которые встречаются в рамках этой эстетической парадигмы. Несомненно, первым, то есть сейчас мы так пробежали в легкий экскурс совсем по российской индустриальной музыке. Конечно, она необъятна, как и вообще индустриальная музыка. Ее нужно делать, может быть, о каждом представителе отдельную лекцию или, может быть, ряд лекций с разбором каких-то дэнсов и с музыкальными примерами. А я замахнулся на такую тему, но я надеюсь, что хотя бы что-то информативное из того, что я сегодня рассказываю. Если брать историю, все-таки вернуться к истории европейской музыки, то однозначно одним из первых явлений именно музыки индустриальной, как музыки, которая подчиняет человек на службе, может быть, у машины или не на службе, но, по крайней мере, человек подчиненный машине и музыка, которая исполняет то, что заложено в принципе самой вот этой машинерии. То есть, меньше степень композиторский подход, это, конечно, большая шестерка, французская конгломерат композиторов, там, Дариус Мио, О и Онегер, Пацифик 231. У Дариуса Мио так и вовсе есть тех лет работы симфоническая под названием «Каталог сельскохозяйственных машин». Но все-таки она не в той степени об индустриальности и о машинности, в какой Пацифик 231. Это симфоническое такое движение. И, в общем, в истории музыки это считается... Это считается общепризнанно, так сказать, одним из первых произведений в индустриальной музыке вообще. Конечно, не симфоническое. О чем здесь идет речь? Здесь показан, как вы видите, вот этот крупнейший на тот момент существующих паровозов. Он вот так и назывался, Пацифик 231. Это такой баскообразный Титаник, да? Но только у него не крушение, не потерпевшее. И музыка Оннегера, она, собственно, наглядно признанно иллюстрировать, как этот паровоз постепенно набирает скорость. Огромная махина разгоняется. Музыка, так видите, совершенно не мелодичная, совершенно не апеллирующая ни к чему человеческому. Это чистой воды, машинерия, выраженная средствами, вот теми изобразительными, которые дает палитро-сифонического оркестра. По большому счету, это такой шедевр абсолютно индустриального искусства. И вот ребятам из Риэлтов как раз, вот отдельный паром, за то, что в рамках своей этой программы «Музыка машин», они как раз исполнили интерпретацию Оннегера Пацифик 231 с оркестром и с какими-то своими шумами. То есть, может быть, из тех появлений именно российского индустриального искусства, которое, манифестируя себя, все-таки еще, скажем, наиболее законченную приобрела форму, которая достойна того, чтобы остаться в Эстонии искусстве, и, по крайней мере, на зене заправления Риэлтов или Ройтов, как они себя любят называть, они вот именно в интерпретации Пацифик 231 очень преуспели и, конечно же, попали в яблочко, в этом смысле. Думаю, что они сделали это именно правильно. Вот такое симфоническое полотно. Здесь, обратите внимание, здесь не звучит никаких звуков, напрямую коррелирующих с индустриальностью, или с механизацией, или с чем-то таким. Так, если, в принципе, прислушаться, то возникает, скорее, ощущение репетативной такой музыки, которая ускоряется от чего-то большого, куда-то не суться в никуда. Вот. Ну, в любом случае, я думаю, людям, которые посетили лекцию индустриальной музыки, по крайней мере, вот это произведение знать необходимо. И существует даже проект экспериментальный, он так называется тоже, Пацифик 231, по Пацифике 231, он отсылает, вот, собственно, к этому произведению. Ну, оно безумно красивое, да, в общем, я не в состоянии его выключить, но по этому придется, потому что иначе не успею рассказать о том, о чем хотелось сказать еще. Вот. Вот такой вот ЧТФ. Надо заметить, что и отдельно, я хотел бы на этом остановиться, как на определенном культурном феномене, что вообще тема железной дороги и тема поездов, и это становится все более очевидным, она проходит в контексте индустриальной музыки красной нитью, вообще индустриальное искусство. То есть оно было вот таким вот образом манифестировано. Дальше, если мы обратимся к, так сказать, к творчеству тоже одного, несомненно, из предтеч, ну, или, по крайней мере, автора, который давал почву для дальнейших интерпретаций уже вот среди хоунтейперов и эзотерического андерграунда Британии, там, и краудрок, то бишь, я говорю о Пьере Шефере, собственно говоря, основоположнике, между конкрет, то есть музыка, которая, если брать, ну, как, примерно, если брать теорию новой музыки так, как ее представлял Теодор Адерно, ну, хотя это абсолютно устаревшая, конечно, и абсолютно устаревшая модель, потому что у него там дуализм, а потом появился Кейджи, еще был Эрик Сати, и там не всем это учитывалось. Но, если, по крайней мере, рассматривать вот это вот противоборство именно атонального, то есть додекофонии шонберговской и неоклассики, а Адерно в новой музыке именно противопоставлял, прежде всего, вот эти две тенденции. То есть шонберговская додекофония, как принципиально новый язык, такая вот сериализм, который строит абсолютно атональное музыкальное полотно, но по математически выверенным алгоритмам. То есть додекофония, поскольку вы знаете, определенная произвольно взятая последовательность нот, которая задается в начале произведения, и потом во всех голосах, подобно строгому контрапункту, вот по тому же Баковскому она звучит, может звучать сначала до конца, может, наоборот, в ракоходе, может, там, с половиной звучать, но вот эта вот последовательность звуков, которая изначально задается, она должна быть абсолютно выдержана. И в этом родство, кстати, шонберговская вот эта додекофония вообще со строгим контрапунктом, где точно так же есть там те, ну, у Баха и у других представителей политической музыки есть там темы, есть противосложения. Ну, собственно, даже и до Баха в средневековой музыке тоже существовали вот эти закономерности, по которой раннехристианская псалмодия выстраивалась. Кстати, к раннехристианской псалмодии в контексте индустриальной музыки и даже моего проекта мы еще вернемся, но чуть позже. Вот, сейчас я хотел бы все-таки обратить внимание вот на что. Значит, интересно, есть такой момент, интересно, есть такой момент, что тема железных дорог вообще проходит красной нитью. Потому что с 1948 года произведение Пьера Шефера, Music Concrete, да, одно из первых произведений, которые он вообще сделал, основано опять-таки на звуках записанных паровозов, движения железнодорожного состава. Вот, это, конечно, не индустриальная музыка. Не стоит атакует с индустриальной музыкой. Скорее, это то, что дало пространство для дальнейших маневров и интерпретаций. Уже вот в турьях эзотерического подпольного сначала Британии, а потом уже и России. Вот, о чем я сейчас немного поговорю. Ну вот, вы можете слышать, здесь в чистом виде идет музыка построена на звуках просто паровозов. Это 1948 год. И в принципе, я думаю, что если бы какой-нибудь современный артист, артист опубликовал бы это на кассете, даже что-то подобное на каком-то лейбле, связанном с индустриальной музыкой, вопросов бы не возникло вообще никакие. То есть это звучит и вылезет как постоянная музыка, но это ею не является. Почему это ею не является? Очень просто. Музыка конкретная, конкретная музыка, являлась по большому счету разновидностью атональной музыки, разновидностью сериализма. То есть последовательность каких-то звуков, последовательность звуковых эффектов, склеенная на магнитной ленте в музыкальное полотно, выстроенная в соответствии с развитием музыкального жанра более-менее традиционного. То есть здесь есть форма. В индустриальной музыке мы, вот как те же New Blockaders или прочие, кто использует схожие звуки, форма отсутствует. То есть отсутствует не только тонализ, отсутствует также и форма. То есть индустриальная музыка по своему посылу зачастую аморфна, поскольку это чистое, скажем так, чистое антиискусство, очень негативное высказывание. А здесь есть технологический оптимизм, взгляд в будущее и желание, и вполне успешная классика, можно сказать, виток эволюции современного искусства, искусства инновативного. Если говорить также о... Сейчас, извините. Алло, Вань, привет. Я вот тут про вас лекцию рассказываю. Мне, да, мне стереопары, да, или две. Ну, да, стереопары. Все, скоро подъеду. Ага, я тут про релков сейчас рассказывал. Да, пока. Все, вот, чао. Извините. Вот, значит, если говорить о последовательном и о созданном развитии, как бы, темы железных дорог в контексте индустриальной культуры, а также моего собственного творчества, и которые, так сказать, на службе, которые, так сказать, используют одновременно вот эту вот тематику тайных обществ и спецслужб, я хотел бы показать еще два примера. Два примера. Первый – это пропагандистский ролик. Во многом он... Значит, появление его было инициировано, как раз его, естественно, российскими спецслужбами, и вы его, возможно, знаете. Ролик. Просвещено строительство вот такого химического проекта. Трунский мост. Вот. Не все это знают. Я хотел обратить ваше внимание, что это моя музыка. Полностью. Вот и до. Вот. Такой пропагандистский ролик, напрямую связанный с... с насилием. Напрямую связанный с геополитикой, напрямую связанный с идеями Александра Георгиевича Тругина, если угодно. Ну, только разбившись до химмерического такого масштаба. И в этом смысле это вот такой, как бы, мне было интересно поучаствовать в этом по ряду причин. Я не стремился, я просто получил заказ в нашей этой студии. Но это такой вот фантазм. Здесь, вы видите, здесь присутствует железная дорога, графика компьютерная. У него там несколько миллионов просмотров. И почему обратили сильно ко мне? Потому что ко мне, как композитору, который может сочетать классическую, традиционную музыку и с музыкой экспериментальной электронной. Посмотрите, чистая таза. Кстати, по неслучайному совпадению с этим Мальдором-Глоргом, хочу сказать, что вся ритмическая часть сделана на нем. Именно ударные грики. Вот так вот прекрасно, чтобы до конца дошло. То есть, в какой-то степени перекликается, да, и с эстетикой Лайбах, и вообще с Милитари-Индастриалом. И даже не то, чтобы перекликается, а, ну скажем так, вот те люди, которые были ответственны за этот вот проект, они обратились, на моем случае, конечно, по адресу. Я колебался, принять мне участие в этом или нет, но по-моему, понял, что если уже ко мне обратились, я не имею права саботировать, хотя я не разделяю идеи, которые, в общем, лежат в этом ролике. Более того, для того, чтобы закрепить за собой авторские права, мне пришлось, в общем, там даже за них побороться. Но в итоге авторские права этого ролика и музыка официально закреплены за мной в российском авторском обществе. Вот, о чем я вам в принципе не без гордости сообщаю. Вот, значит, если дальше продолжать эту тему железных дорог в контексте российской индустриальной музыки и, кстати говоря, влияние каких-то конспирологических теорий, я, возможно, покажу сейчас, я покажу сейчас еще два видео примера. Один, значит, будет принадлежать моему производству, об этом я расскажу чуть позже. Второй я просто нашел в сети и читаю восьмоказательные. Что интересно, индустриальная музыка сегодня в том виде, в каком она не занимается самокопированием или имитацией известных каких-то ну, уже готовых известных каких-то там разработавших восьмидесятых всякими андерграундными ребятами вещей переметнулась в область, на мой взгляд, в область хип-хопа, в область и сегодня, если говорить о людях, которые совершают настоящую провокацию и культурную диверсию в рамках масс-медиа, несомненно, на мой взгляд, это рэпер гнойный. Вот. Причем это кажется может быть ну, странным, вроде гнойный и индустриальная музыка, да, вроде, какое имеет отношение. А отношение имеет некоторое все-таки, поскольку он является выходцем из вот этой вот комьюнити вокруг группы абстракт-хип-хоп группы Ленина Пакет, которые часто принимали участие в различных естественно, в различных концертах вот такой индустриальной сноправленности, но они являются его радикальным крылом, да, этой сцены, его гнойной, его какие-то именно сайт-проекты звучат весьма экспериментально, но и по большому счету это ну, действительно, вот на телевидении вот рядом с Киркоровым вот из тех, кто сидит, может быть, можно назвать вот его и, ну, пожалуй, Сергея Пахового, да, который, как бы, там, внедряется в какие-то шоу там про экстрасенсов, тоже является таким медиавирусом, вместе с Владимиром Бифанцевым, такой вот культурной диверсии извне, ну, вы же знаете, что вот этот фильм, легендарный «Зеленый слоник» Света Баскова, и самый изначально, кстати говоря, снятый, и я присутствовал даже при подготовке к съемкам, это происходило на территории фабрики Броктеатра, это был в центре Москвы, рядом, кстати, с Болотной площадью, был такой сквот, где базировались одновременно Алексей Тегин, Владимир Эпифанцев и немного Герман Виноградов, вот, я там находился, потому что с Володей мы как раз делали такой монументальный перформанс на стихи Владимира Маяковского, он назывался в Маяковске «The Ray of Darkness and the King of Light», и, собственно говоря, после репетиции вот этого перфа подъехали Олег Маврамат, там Баскова и Пахом привезли бурдюки со свежей кровью, то есть кровь в этом фильме была настоящая, они заказывали с какой-то бойни, я очень хотел, чтобы мне позволили присутствовать при съемках, буквально умолял Володю, но, к сожалению, мне это было не разрешено, и сказали, что у нас тут все-таки закрытая какая-то история, вот, но, по крайней мере, вот, как-то в дверях это дело я видел, и тут важно понимать, что этот фильм, он явился, может быть, крупнейшим медиавирусом, крупнейшей, вообще, провокацией, наверное, со времен, предыдущего, наверное, со времен Сергея Курехина «Ленингрипп», да, только если вот Курехин это все-таки делал на центральных телевизионных каналах, и это была такая мистификация с многочисленными отсылками, да, тоже там к радиочастотам, скрытому радиовещанию, о чем я говорил, так как к культизму и прочему, поскольку Курехин сам был, в общем-то, человеком, опять же, около Южинского, около Южинской тусовки, другом Дугиной и так далее, да, здесь немножко другая история, здесь это больше связано с акционистами, и, ну, частично с, даже, нет, напрямую связано с журналом «Радок», потому что такое левое крыло именно такого вот экспериментального анархо-движа, который существовал параллельно вот тем, то есть существовало себе правое левое крыло у нас, вот, и «Зеленый слой» является, конечно же, таким продуктом всецело вот этой вот радоковской трэш-культуры, который превратился в настоящий такой индустриальный медиавирус, вот, и сегодня, конечно же, это, вот, если рассматривать индустриальную культуру как эстетический терроризм и медиавирус, то, конечно, рэпер Гнойный и Пахом, они в этом смысле лидируют, что интересно, что рэпер Оксимирон тоже является в некотором смысле носителем идей, ну, несколько иного толка, известного его дружбе с Мишей Вербицким, одним из основоположников Евразийского союза молодежи, да и вообще в его текстах так или иначе постоянно идут отсылки к каким-то оккультно-эзотерическим таким вещам к Средневековью, как раз, которые вполне прекрасно коррелируют вот со всем этим эзотерическим английским подпорем, о котором я говорил. То есть, как это ни странно, но сегодня индустриальная музыка находит какие-то совершенно невозможно черты в виде хип-хопа прежде всего, и я бы хотел просто показать, что я считаю передним краем лично для себя российской индустриальной музыки, частично эксплуатирующей компьютерную графику и образ железной дороги, вот эту композицию проекта, тоже вирусного проекта, названием «Слушай экзорцист». Флоу-синтезатор, подземные движухи, закручены, по моим движухимы, все и бучины. Открыться сей батю, братик, пацаны из Марика и пашут спайс в подвалах и памятник. Тебя трогает сержант Грохор, а я хочу подухать порох с Мишей Сиди в контейнере вот это веселье. Вы веселились на лестнице, это расселение. Вы не имеете пираты, индейцы, и весельники. Это весело. Под героином сидеть в подвале или под лестницей их уши уже не будет, когда тебе угрожают люди. А дети слушают этот трек, и любите, взяли воевавши вернув детей. А рядом разрывы забытки, и только они нас не забудут. И наши песни под грунтом, это искусство, вовремя и вовремя. А ты жалоб, хоть и не антисты, прости, а ты голос России, зато некрасивый, иди сюда, ассоции. Мы снова, и мы из России. Сука, проедем последний шетон, или не знаю, прыгаем в первый закон. Он меня не поймать, звука, ехал в рыбацкое, адски воняет, я вновь, зашел в гастроном, пытаюсь слить с самого гнома. Позже продам его, под мостом, пожилой даме, что он под спайзом, танцует, с кафоном, с голоди, я это не кредо, а я в пиздец занимаюсь и читать про ножи, занимаю трусы, слышу, эй, хуй, покажи, охуевший прайси, я жмазан, в первом качал карабасы, я соло как федорасы, дети нахуй, я... ...экспериментальный хип-хоп какой-то, да, то есть с элементами компьютерной графики, габарилка, то есть все на местах, в принципе, я кажется, есть современные антиискутства на основе башенэрии, вот, и, какого раз, мы не так много древние, одно, понятно, что это ритм, под, так сказать, под занавес, да, я много чего хотел еще сказать, но я хотел закончить все-таки на какой-то более, такой, знаете, более ноте, что ли, изящной, интеллигентной, вот, чем нежели это, вот, то есть мы посмотрели ряд роликов, имеющих отношение к истории современного искусства, и, если спросить, задать себе вопрос, а что же индастриал сегодня, где же он, где же, опять же, то искусство, альгажирное тайными обществами, но в то же время медийное, высокотехнологичное, на мой взгляд, одним из авторов, которые, именно, скажем так, транслируют, уверенно транслируют нечто подобное, вот является автор фильма, автор ролика, с которым мы последовательно сотрудничаем, немного, ну, во время от времени, он присутствует в этом зале, и мы, значит, я благодарен ему за то, что он предложил мне сделать звуковое сопровождение, также этот фильм престует тему железных дорог, он посвящен убийству отца Александра Беня в аллегорической форме, я не возьмусь вообще комментировать эту работу, поскольку она сложна, но, возможно, это лучше бы сделал автор, и сделает это в музее Сидора через несколько дней презентация этого фильма московская, открытая, я покажу лишь из него фрагмент, почему я его сейчас покажу, и особенно подзаванно со своей лекцией, потому что моему проекту 20 лет, да, начался он в 98-м году с вот этих кассет, значит, продолжается сейчас в 2018-м году с саундтреком, с эсфинитным, официальный саундтрек, заявленный к этому фильму, опять-таки он использует запрограммированные голоса, голоса японской аниме-героини Мика Хатсуны, которая исполняет, вы сейчас услышите, Аллилую любви Рыбникова, вот Караченцев пел там Аллилую любви, исполняет еще какие-то там вариации на тему песни Барри Манилова, Мэнди, и я предлагаю, так сказать, для того, чтобы закончить лекцию, посмотреть одну из свежайших работ проекта с эсфинитом, звуковое сопровождение к фильму Михаила Максимова, которая называется «Смерть меня», или «Смерть меня», кстати, как вам нравится. Вот опять же, железная дорога, вот сейчас слышите, Рыбникова, Аллилую любви «Смерть» «Смерть» Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Друзья, давайте минут пять, если у кого-то есть вопросы, которые можно публично, например, задать интересно Евгению. Но если нет, тогда можно еще раз... Добро пожаловать в Казахстан! Даже нет никаких вопросов! Добро пожаловать в Казахстан!